Выбор компактных паркетников на вторичном рынке далеко не маленький. В продаже можно найти небольшие кроссоверы практически всех марок из всех стран, на любой бюджет. Но какой же компактный кроссовер выбрать, если бюджет ограничен суммой в полтора миллиона рублей? Мы решили пробежаться по предложениям и составили для вас топ-5 небольших паркетников на вторичном рынке стоимостью не более полутора миллионов. Каждую модель не составит найти никаких проблем. Какие плюсы и минусы у самых компактных кроссоверов из нашего топа и на что обратить внимание при покупке, сегодня разберемся. Привет, друзья, вы на канале ProAuto. Мы начинаем. Открывает рейтинг компактных кроссоверов Hyundai Creta. Кроссовер доступен только с бензиновыми атмосферными моторами на 1.6 и 2 литра. В паре к любому из двигателей можно получить полный привод, что среди самых маленьких кроссоверов встречается редко. Обычный привод на все колеса идет только с самыми мощными двигателями. Коробки передач, шестиступенчатая механика и полноценный автомат. Машина имеет комфортную подвеску, просторный салон, в котором свободно разместятся четверо взрослых и хорошую эргономику. За рулем будет удобно и хрупкой девушке, и крупному мужчине. Среди других компактных кроссоверов Creta выделяется огромным количеством комплектации. Более 10 фиксированных, плюс различный пакет опций. Начальная оснащена весьма бедная, в ней нет даже кондиционера. Однако уже в средних появляется обогрев руля и сидений, парктроники, климат-контроль, мультимедиа к светным экранам и много чего еще. В наиболее богатой комплектациях есть камеры заднего вида, бесключевой доступ и кожаная обивка кресел. За обозначенный бюджет в полтора миллиона вы можете смело рассчитывать на автомобили 2016, 2017, 2018 годов. Причем и состояние быть хорошей, владельцев немного и даже пробег будет адекватным. Можно идти и с 30 тысячами, можно и со 100. Все зависит от комплектации, состояния и прочих факторов. Также Creta любят за хорошую проходимость. Даже у переднеприводной версии внушительный дорожный просвет в 190 мм. И короткие свесы, что позволяет спокойно ездить по заснеженным дворам и парковаться вплотную к бордюрам. Недостатки кроссовера по большей части связаны со слабой шумоизоляцией и простенькими материалами отделки салона. Первый легко исправить самостоятельно, подкинув дополнительные шумки. А вот с жестким и легко царапающимся пластиком в салоне придется смириться. Глобальных проблем с коррозией у кроссовера нет, лишь на машинах первых лет выпуска иногда ржавела крышка багажника. Но ее перекрашивали по гарантии. Нареканий к механике и автомату в плане надежности нет. Главное, чтобы до вас владельцы вовремя меняли масло. Тогда григаты будут служить долго. Двигатели сами по себе надежны, но проблему могут подкинуть развалившийся катализатор. Обломки попадают в цилиндры, что приводит к дорогому ремонту на десятки, а то и сотни тысяч. Поэтому при покупке обязательно проверяйте мотор эндоскопом. В остальном же, отличный вариант для покупки за полтора миллиона рублей. Двигаемся дальше. Следом, Renault Duster. Это один из лучших компактных кроссоверов для бездорожья. И так как машин немного попроще, за полтора миллиона можно рассчитывать еще на более свежие варианты. Года с 17-го, 18-го. Главное поискать. У всех модификаций моделей короткие свесы и внушительный дорожный просвет. А полноприводные модификации имеют три режима движения. И если поставить зубастую резину, небольшой кроссовер сможет на равных потягаться на бездорожье с куда более крупными и дорогими внедорожниками. Энергоемкая, непробиваемая подвеска позволяет комфортно ехать по разбитым асфальтовым дорогам или грунтовкам. Пятиступенчатая механика полагается только самому простому Duster с бензиновым мотором 1.6 на 102 или 114 лошадей и передним приводом. Для всех остальных версий идёт механическая коробка на 6 передач и только двухцилиндровый бензиновый мотор, который оснащается автоматом. И заметьте, это уже вторая модель в нашем рейтинге, которая не имеет вариаторов и имеет полноценный автомат. И это хорошо. Основные недостатки – это дешёвый пластик в салоне, как и у Крэта, небольшое количество опций и достаточно странная эргономика. Пластиковый руль Duster быстро облезает, а передняя панель легко покрывается царапинами. Центральных подлокотников спереди и сзади нет даже в дорогих комплектациях, а регулировка зеркал заднего вида спрятана под ручником. На машинах первых лет выпуска кнопка классона располагалась на левом подрулевом переключателе, и это всех подбешивало. По технике Duster мега надёжен. Проблем может подкинуть разве что автомат, который не любит перегревов и пробуксовок, что часто бывает на бездорожье. И также он чувствительный к качеству масла. Помимо этого, модификация с автоматом обладает немалым топливным аппетитом – 11-12 литров на 100 км в городском цикле. Коррозия у Duster встречается крайне редко, однако из-за недостаточной жёсткости кузова уплотнители дверей и багажника протирают краску до металла. Проблемные места лучше заклеивать плёнкой. Но если вторичка вам не по душе и вы рассматриваете исключительно новые варианты, воспользуйтесь сайтом компании Автоспот, про который я неоднократно рассказывал. Это огромный агрегатор новых автомобилей и технического обслуживания. На его сайте собраны все самые актуальные предложения от официальных дилеров. А что самое приятное, сразу указано, сколько можно сэкономить при покупке за наличные, в трейд-ин или кредит. Останется лишь забронировать свою стоимость и ехать забирать к официалам. Всё просто, понятно и совершенно бесплатно. За всё платит дилер. Ссылка будет в описании, я крайне рекомендую заглянуть и увидеть, сколько можно сэкономить на том или ином варианте. Следом вариант не самый новый, но тоже проверенный. И это маленький кроссовер Nissan Ju, который выделяется яркой нестандартной внешностью. Кроме того, он привлекает настройками подвески и управляемостью. Руль чёткий, машина хорошо держит дорогу, а расход топлива небольшой даже у самых мощных версий. Благодаря компактным размерам, небольшим свесам и приличному дорожному просвету, на Жуке удобно парковаться, спокойно забираться на бордюр или даже преодолевать глубокие ямы. А основные недостатки модели – тесный задний ряд, маленький багажник и бедненькая отделка. Пластик в салоне по большей части жёсткий, центральных подлокотников спереди и сзади нет даже в дорогих комплектациях, а из-за узкого заднего стекла страдает обзорность назад. Доступен ЖУК в нескольких вариантах. С атмосферником на 94 или 117 лошадей, который комплектуется 5-ступенчатой механикой или вариатором, и турбомотором на 190, который сочетается с вариатором или механикой на 6 передач и полным приводом. Негативных отзывов о механике достаточно мало. Внимательно нужно выбирать версии с вариатором. Надёжность у трансмиссии невысокая, проблемы могут появиться даже на пробеге в 50 тысяч. За полтора миллиона рублей можно найти ЖУК в любой из комплектаций. Лучше всего, как мы уже сказали ранее, будь машины с механикой. Следом Mitsubishi ISX. Самый маленький кроссовер от Mitsubishi, который привлекает просторным салоном и неплохими возможностями трансформации. При сложенном заднем диване в багажник может поместиться крупный кухонный гарнитур. Сиденье удобное, в дальней дороге спина болеть не будет. И за полтора миллиона вы тоже получите достаточно свежие варианты 2017 года примерно. Компактный кроссовер хорошо приспособлен для города. Дорожный просвет внушительный, парковаться комфортно благодаря лёгкому рулю и скромным габаритам. Расход топлива небольшой даже для самых мощных версий, он не превышает 10,5 литров на 100 км. К покупке доступен один из трёх двигателей. 1,6-117, 1,8-140 и 2,0-150. Во всех версиях исключительно вариатор, а полный привод лишь на двухлитровом движке. Наиболее надёжным считаются двигатели 1,8 и 2,0, которые при своевременном обслуживании проходят не менее 350 тысяч. Механика вообще беспроблемная, а вариатор как повезёт. Вариаторы постоянно модернизировали, и их ресурс должен составлять не менее 200 тысяч, но в случае серьёзного ремонта придётся потратить немаленькую сумму. Основной недостаток машины – слабая шумоизоляция, в особенности у колёсных арок. Материал отделки простый, пласть преимущественно жёсткий. С современными опциями ASX не балуют даже в дорогих комплектациях. Нет ни обогрева руля, задних сидений и лобового стекла. Но главное всё же не это. Нашли хороший вариант и ездите и бед не знаете. Это самое главное в нашем рейтинге. Надёжность, так сказать. Ну и закрывает нашу строчку Renault Captur, который построен на одной базе с Дастером, но обладает более стильной внешностью и совсем другим салоном. И даже нередко в продаже встречаются машины ярких цветов с двухцветной окраской кузова. Эргономика салона по сравнению с Дастером у Captur улучшилась, а среди опций появились светодиодные фары, обогрев лобового стекла и климат-контроль. При этом подвеска осталась такой же энергоёмкой, что позволяет спокойно ездить по разбитым дорогам. Недостатки Captur в основном также связаны с качеством отделочных материалов и удобствами в салоне. Кармашки в дверях узкие, подстаканники маленькие и неудобные, а приборная панель из-за необычного дизайна перегружена и неинформативна. Кроме того, передняя панель отделана жёстким пластиком, а из-за широких передних стоек страдает обзорность. Ну а для нас главная надёжность и беспроблемность, и технически Captur практически полностью повторяет Дастер, так что у Renault получилось сделать ещё один маленький и надёжный кроссовер. Отличие лишь в том, что у Captur нет дизельного двигателя, а с мотором 1.6 идёт вариатор, и при выборе такой модификации стоит провести тщательную проверку агрегата, иначе можно попасть на дорогой ремонт. С двигателем 1.6 на 114 лошадей, кроме вариатора, также идёт 5-ступенчатая механика, и привод только передний. А, да, про год забыл. За 1.5 миллиона рублей вы найдёте также 5-6-летние варианты, года 16-го, 17-го, главное хорошо поискать. Полный привод тоже есть, и он доступен с мотором на 2 литра и 143 лошади, а также с 6-ступенчатой механикой или 4-х диапазонным автоматом на выбор. Однако версии с автоматом имеют повышенный расход топлива, около 12-13 литров. Вы спросите, что лучше выбрать? Наиболее удачным будет вариант с 2-х литровым мотором и механикой, это самая динамичная и надёжная версия. Что ж, друзья, на сегодня всё. Пишите в комментариях, какие бы автомобили до 1.5 миллионов рублей вы сюда добавили, и пишите, чем вы не согласны, порассуждаем вместе. Ну и, конечно, не забывайте подписываться на канал и ставить лайки, если вам понравилось. До скорых встреч.